Если у вас есть Библия, откройте Второзаконие, 28 главу, Иеремию, 23 и 2 Послание к Коринфянам, 9 главу. Кто-то крикнул, подождите. Второзаконие, 28, Иеремия, 23 и 2 Коринфянам, 9. Аллилуйя! У вас тоже есть ощущение, что сейчас что-то откроется? Что-то откроется негативное, но Бог совершит свою волю. Поэтому я так рад говорить на эту тему. Мы будем готовы. Второзаконие, 28, 47 и 48. Второзаконие, 28, 47. Читаем. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь Бог твой, в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ермо, так что измучит тебя». В расширенном переводе сказано, «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем, разума и сердца, с благодарностью за изобилие всего, чем он благословил тебя, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ермо, так что измучит тебя». Мы говорили о привязанности и любви. Здесь вы видите, что за то, что у Израиля не было радости и благодарности за изобилие и благословение, Господь сказал, что они будут испытывать недостаток, голод и жажду. Вы хотите сказать, что отношение человека определяет высоту его полета? Да. Как далеко вы пойдете? Что случится в жизни? И сколько Бог сможет сделать в вашей жизни, будет зависеть от вашего отношения. Помните, что ваше отношение — это состояние вашего разума и эмоций. Если состояние вашего разума и эмоций соответствует Божьему Слову, которое определяет наш нрав или настроение, тогда это будет определять, будете ли вы пожинать обильные плоды или будете бесплодны. Отношение — это то, как вы настраиваете свой разум и эмоции. Либо вы настраиваете разум и эмоции на послушании Божьему Слову, и таким образом определяете настроение и обилие плодов в жизни, либо вы позволяете разуму и эмоциям не соответствовать Божьему Слову. У вас будет негативное отношение, которое настроит на негативное настроение, и от этого в вашей жизни не будет плодов. Вот что я хочу вам сказать. Ничего у вас не получится, если вы не приведете свои отношения в соответствие Божьему Слову. Если в вашем отношении нет радости и благодарности за Божьи дела, то вам придется служить врагу или недостатку. Отношение. Кто-нибудь скажет отношение? Мое отношение определит, насколько я преуспею. И что сможет сделать Бог в моей жизни? Необходимо принять решение, что если ваше отношение не будет соответствовать Божьему Слову, то вы будете настраивать его. Вы настраиваете отношение так, как устанавливаете будильник, чтобы он автоматически зазвонил, когда надо. Нужно настроить свое отношение. Что-то мне не хочется это делать. Настройте отношение. Я буду делать все, что необходимо. Иеремия 23.36 Мы говорим об этом уже три недели, и это позволяет мне проповедовать так, чтобы вы поняли, насколько важно иметь правильное отношение к Богу. Мы заявили, что официально прекращаем играть в церковь, что пришло время подняться на уровень, которому призывает Бог. Иеремия 23. Стих 36. Стихи с 36 по 39. Если вы здесь, то скажите «Аминь». Готовы? Читаем. А этого слова, бремя от Господа, впредь не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слово живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашего. Так говори, пророку, что ответил тебе Господь, или что сказал Господь? А если вы еще будете говорить «бремя от Господа», то так говорит Господь. За то, что вы говорите слово «сие» «бремя от Господа», тогда как я послал сказать вам, не говорите «бремя от Господа», зато вот я забуду вас вовсе и оставлю вас, и город сей, который я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица моего. Дамы и господа, мы должны понять, что нужно радоваться в Боге. Вы должны радоваться. Бог любит дающих доброхотно. Следовательно, даяние без радости — это бесполезная трата своего семени. Мы знаем это, но нельзя позволить нашим делам в служении Богу стать бременем. Нельзя говорить «Ну, для меня абуза делать то, что повелел мне Бог». Или это тягостно — приходить в церковь. Или тяжко отдавать десятину. Бремя давать приношения. Бремя завоевывать души. Вот что говорит Бог. «Если я в вашей жизни являюсь таким бременем, то изгоню вас из своего присутствия, потому что я пришел не для того, чтобы дать бремя, но чтобы снять бремена». Понятно? Нужно задать себе вопрос даже по поводу прихода в церковь сегодня утром. Было ли это бременем? Было ли бременем совместная молитва? Отдавать приношение — это бремя? Если все дела служения Богу являются бременем, то у вас проблемы. То есть, ничего не произойдет, и Бог скажет, «Я не буду бременем для тебя». Если бы вы были бременем для кого-то, то вы бы не захотели обременять своим присутствием того человека. Вы бы удалились, и я бы сделал так же. Тем не менее, так много христиан позволили Божьим делам стать бременем. Становится так обременительно, что они забывают о том, что Бог уже сделал. Люди расстраиваются, что их последняя молитва осталась без ответа, но не благодарят Бога за то, что Он уже сделал. Когда теряешь благодарность и радость, когда разум и эмоции перестают соответствовать Слову и начинают подстраиваться под мир, и когда все дела становятся бременем, и так трудно держаться, и никто не знает, как мне тяжело, когда доходит до того, неудивительно, что вы не получаете ответа на молитву, неудивительно, что нет прорыва в жизни. Прорыва и не будет, потому что все, что Бог получает при этом, это отношение, которое вы выражаете. Бог во всем этом получает отношение вашего сердца. И если оно не изменится, Бог сказал, даже не называть это бременем. Даже не говорите, что это бремя. Потому что если вы будете делать Божьи дела без радости, а когда делаешь что-то для Бога, как принуждение, а не как радость, то закончишь в стыде и упреке. Когда слушаешься Бога без радости, то встаешь на путь провала. Нельзя смотреть на Бога, как на бремя. Иначе жизнь станет для вас бременем. Нужно слушаться с желанием. Недостаточно просто слушаться Бога. Ну, я буду делать то, что Бог говорит, потому что Он сказал это. Нет. Нужно хотеть делать то, что Бог говорит. И именно этого не хватает в христианской жизни. Мы делаем что-то из чувства долга и обязательства, но желания нет. Ну, я покажу себя верным. Я проявлю стойкость и приду в церковь. Нет. Нужно иметь желание идти в церковь. Видите, сколько людей сказали «Аминь»? Нужно хотеть молиться. Нужно хотеть служить Богу. Даже когда вы страдаете, вы должны говорить, «Я страдаю для Господа». Аллилуйя. «Но нужно избавиться от бремени». Потому что отсутствием радости вы создаете в своей жизни бремя. Мы не говорим о том, что привязанность — это преданность, но преданность с радостью, когда участвуешь в делах увлеченно. Второе Коринфянам, 9 глава. Второе Коринфянам, 9 глава. Многие говорят, «Я приношу десятину и пожертвования». Нет, я не спрашиваю, что вы делаете. Но как вы это делаете? С каким отношением вы это делаете? Отношение определяет, получится дело или нет. Вот что говорит Павел. Я начну с 6 стиха. Второе Коринфянам, 9 глава. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением. Он повелел давать, но не с принуждением или по необходимости, ибо доброходно дающего любит Бог, того, кто отдаёт с душой». Так написано в расширенном переводе. Здесь мы говорим о том, чтобы давать, но не делать этого с принуждением. Делать что-то по принуждению означает делать с неохотой. Вы не хотите этого. Для вас это становится тягостным. Поэтому многие христиане думают, что в этом нет ничего страшного, если я так сделал. Нет. Богу есть разница, как вы это делаете. Ему не важно, что вы делали. Ему важно, как вы это сделали. Не поразительно ли, как Бог вывел сынов Израиля из рабства, как передал богатство Египта в их руки, а затем в Исходе 25 главе Бог сказал, «Я хочу, чтобы ты пошёл к народу и посмотрел, захотят ли они по своему желанию сделать мне приношение из того, что я только дал им». Понимаете, Бог дал это богатство в их руки, а потом повернулся и сказал, «А теперь посмотрим, насколько они благодарны. Я отдал богатство в их руки, и хочу увидеть, пожелают ли они отдать его мне». И не думайте, что вас это не касается, потому что Бог имеет отношение ко всему, что вы имеете в жизни. Вы не добились этого сами. Нужно было, чтобы какие-то двери открылись. Нужно было наладить какие-то связи и иметь какие-то зацепки. Понимаете, всё хорошее, что с вами происходило и происходит, Бог имеет к этому прямое отношение. Всякий дар совершенный не сходит свыше. Понимаете? Мир хочет, чтобы вы подумали, что вы сделали это сами. Вы свой собственный Бог, и у вас есть сила сделать всё, и Господь вам не нужен. Но когда вы умрёте, вы узнаете, как вы нуждались в Боге. Однако вам нужно узнать это до того, как вы умрёте, потому что вы не готовы умирать, пока не примиритесь с Богом, потому что вы сможете попасть не по тому адресу. Вам не понравится на 666 авеню. И церковь сказала «Аминь». Аминь. И вокруг вас нет ничего, с чем бы вы могли справиться, если для вас жизнь абуза. Служение Богу не абуза, а привилегия. Аминь. Когда мы говорим о привязанности, то говорим о выражении вашей любви. И мы говорим о том, чтобы служить Богу из-за любви к Нему. Мы говорим о том, чтобы служить Ему не ради того, что мы можем получить. А теперь я хочу привести вас на совершенно новый уровень. И если вы подниметесь на этот уровень христианской жизни, то начнете ходить в том, в чем прежде никогда не ходили. Но многие люди делают что-то для того, чтобы Бог сделал что-то в ответ. Они говорят что-то, чтобы что-то произошло. Они делают что-то, чтобы что-то получить. Но вы должны понять, что этого недостаточно. Вы должны прийти к тому, чтобы, делая что-то для Бога, вы понимали, что делаете это из привязанности. Это должно рождаться из любви. Вашим мотивом должна быть любовь к Богу. Вашим мотивом должна быть любовь к Богу. Вы понимаете? Я люблю Бога. Из-за этой любви я буду ходить в церковь, потому что так говорит Его Слово. Я буду почитать Его. Его Слово имеет вес в моей жизни. Я люблю Бога, поэтому я буду жить по Его Слову. Я люблю Бога, поэтому буду давать, Ходить в любви и прощать. Я люблю Бога, и поэтому буду Его слушаться. Понимаете, когда люди пытаются слушаться Бога, а это происходит не из любви, а из чувства долга, то возникают проблемы, потому что вы делаете это не от сердца. Но когда вы будете пребывать с Богом в отношениях любви, то начнете говорить, «Я прощу тебя не потому, что мне хочется, но я прощу из уважения к Богу, которого я так люблю». Но кто-то может сказать, «Но почему я должен Его так любить?» Все, что вам нужно сделать, это вспомнить, что Бог сделал для вас. Он разбудил вас сегодня утром. Вас сегодня поднял не будильник. В некоторых домах сегодня прозвонил будильник. Но люди не проснулись. Но перст Божий коснулся вас, и вы проснулись. Поэтому вы не можете здесь сидеть и говорить, «Мне не за что Его любить, потому что Божий всемогущий». Вы могли бы уже умереть. Вы могли бы уже гореть в аду. С вами могло произойти куча всякого ужасного. Но вмешался всемогущий Бог. Но вы не понимаете, пастор, я очень многое потерял. Да, но только благодаря Богу вы не потеряли всего. Научитесь быть благодарным Богу. И не теряйте этого. Научитесь возрастать в любви и привязанности к Богу. И пусть из этого исходит послушание. И все то, что вы делаете для Бога. Не столько важны результаты, сколько важна любовь, которая движет вами. Понимаете? Я люблю Бога. Я буду приносить десятину. Я не буду спорить об этом. Потому что люблю Его. Пожалуйста, поймите, я не хочу любить Бога только головой. Я не хочу стать таким образованным, что буду общаться с Богом на основании моего образования. Я просто хочу любить Его за то, что Он сделал для меня. И за тем я хочу делать для Него. Понимаете? Бог все делает для меня из любви. А я делаю для Него с ожиданием что-то получить. Хорошо. А если вы не получите желаемого? Вы тогда будете приносить десятины. Что если вы этого не получите? Вы все равно будете ходить в церковь. Вы все равно будете молиться. Сколько вы знаете христиан, которые говорят, «Я больше ничего не хочу знать о Боге». Потому что у меня неприятности, а Он, кажется, ничего не делает. Хотя на самом деле, вы сами виноваты в своих неприятностях. Вы обвиняете в этом Бога. Как вы можете обвинять Бога в том, что сделали сами? Я вам гарантирую, что каждый раз, когда вы делаете то, что не должны, тихий голос внутри вас говорит, «Осторожно». А вы неосторожны. Что-то внутри вас продолжает говорить. Не знаю, правильно ли это. Но вы продолжаете делать, а потом обвиняете Бога в том, что Он не является, не совершает чудо в вашей жизни. Нет, как говорила ваша мама, «Голова упрямится, а страдает зад». Иногда вам нужно пройти через определенные вещи. Вы все знаете. Вы уже знаете греческий и еврит. Вы с Богом каждое утро пьете кофе. Никто вам ничего не сможет сказать, потому что вы так глубоко общаетесь с Божьим Духом, что не будете слушать духовные власти. Поэтому необходимо, чтобы вам где-то прищемили хвост, потому что впоследствии в вашу жизнь придет порядок и немного смирения. Понимаете, легко говорить о том, какой у вас замечательный брак, и что у вас никогда не было проблем, и при этом судить и критиковать всех вокруг, у кого были неприятности. Но если что-то коснется вашего брака, то вы уже по-другому будете говорить, после того, как пройдет эта ситуация. Потому что теперь вы прочитали все книги, прослушали все возможные семинары, и все гиганты веры помолились за вас с возложением рук. И теперь вы знаете все. Вы не знаете ничего из той сферы, в которой считаете себя специалистами. Мне нужно сегодня помочь самому себе. Хорошо, откройте Третье Царство, третью главу. Сегодня будет интересно, потому что я остановлюсь на этом пункте. Мы должны делать все из любви к Богу. Мы должны начать делать это, потому что мы любим Его. Мы должны делать для Него все, потому что любим Его. Я сказал, что мы должны делать все, потому что любим Его. Я жертвую деньги, потому что люблю Его. Я прихожу в церковь, потому что люблю Его. Я служу Ему, потому что люблю. Я пою из любви к Нему. Я люблю Его. Вы знаете, что произойдет в результате? Все это обличит то, как вы действительно относитесь к Нему. Все эти годы вас мотивировало то, что вы можете получить от Него. Но вы забыли о том, чтобы возрастать в любви к Господу? Здесь кое-что привлекло мое внимание. Стих 3. Давайте прочитаем. 3 Царств 3.3. Готовы? Читаем. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но и он приносил жертвы и курения на высотах, и пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. Тысячу всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, «Проси, что дать тебе». Причина, по которой Соломон поступил так, заключена в первых четырех словах, «И возлюбил Соломон Господа». Из своей любви к Господу и привязанности к Нему Он принес тысячу всесожжений. Соломон приносил всесожжения, потому что любил Бога. Он делал это из своей привязанности. И делая это, он получил откровение. В ту ночь Господь явился Ему и задал вопрос, «Что мне сделать для тебя?» Однако Соломон приносил всесожжения не для того, чтобы Бог явился Ему и спросил, «Что мне для тебя сделать?» Он делал это из любви. Мы делаем это сегодня, зная, что произошло с Ним. И теперь мы имеем принцип, который говорит, «Принеси тысячу всесожжений, и Бог явится». Однако мы забыли о первых четырех словах, о том, как царь любил Бога, и что эта любовь побудила его жертвовать. И поскольку Соломон жертвовал из любви, Бог явился ему. Бог явится, если вы что-то делаете для Него с правильным отношением. Когда это делается из любви, а не ради манипуляции, как будто мы задабриваем Бога, подмазываемся к Нему, чтобы Он для нас что-то сделал. Вам нужно начать служить Богу, даже когда вы ничего не получаете взамен, и даже когда вам не обещают, что вы что-то получите. Это высший уровень взаимоотношений с Иисусом. Я знаю, что проповедь о процветании была извращена, перевернута с ног на голову. Некоторым людям вообще не стоит об этом ничего говорить, они даже не знают, о чем говорят, потому что не деньги побуждают Бога благословлять, а любовь, послушание и благоволение двигают Божьей рукой. И получаемые деньги — это результат вашей любви, привязанности и послушания. Дело не в наличности, дело в любви. Некоторые люди жертвуют в надежде, что что-то произойдет. Я просто в отчаянии. Мне нужно, чтобы что-то произошло. Я рискну и пожертвую эти деньги. Однако финансы были отданы с неправильными мотивами, с неправильным расположением сердца. Посмотрите на послание Иакова, 4 главу. Даяние шло не от сердца, а если так, то ничего не произойдет, дамы и господа. Иакова, 4 глава, 3 стих. Мне хочется, чтобы вы увидели, как Слово Божье действует в вашей жизни, но нам нужно прежде кое-что поправить. Принципы хороши сами по себе, только если применяются с правильным отношением. Иакова, 4, 3. Прочитаем стих 3 вместе. Готовы? Читаем. Просите и не получаете, потому что просите не на доброе, а чтобы употребить для ваших вожделений. Расширенный перевод говорит, «Или же вы просите этого у Бога, но не получаете». Почему так? Почему люди не получают? Обратите внимание, что там говорится. Потому что вы просите не на правильные цели, со злыми, эгоистичными мотивами. Неправильные цели и злые, эгоистичные мотивы. Мотивы были неправильными. Они исходили не от любящего сердца, они исходили от эгоистичного, самовлюбленного сердца. «И если Бог не будет в центре всех ваших дел, ничего не произойдет». Я говорю, «Ничего не произойдет, если в центре ваших дел нет Бога. Если вы сами являетесь центром своих действий, а не Бог, то ничего не будет происходить». Давайте я вам кое-что покажу. Откройте 121-й Псалом. Я знаю, что Бог улыбается на небесах, потому что, наконец-то, до кого-то это дошло. Можно много говорить о том, как деньги появятся в вашей жизни, но этого не произойдет, если в сердце неправда. Наша мотивация не в этом. Наша мотивация в любви к Богу, и из любви к Нему мы делаем свои дела. Псалом 121, стих 6. Готовы? Читаем. «Просите мира и Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя». Кто будет благоденствовать? Посмотрите в Писание. Будут благоденствовать те, кто... Кто будет благоденствовать? Кто? Те, кто что делают? Кто? Да, благоденствуют любящие тебя. Это интересно. Не сказано, что благоденствовать или преуспевать будут те, кто любит преуспевать. Господь сказал, что преуспевать будут те, кто любит Меня. Боже мой! Нельзя это игнорировать. Здесь не сказано, что те, у кого есть деньги, это те, кто любит Меня, те, кто будет успешен. Вот что означает слово «благоденствовать». Это еврейское слово «шалом». У тех, кто в таком состоянии, никогда нет недостатка, и в их жизни ничего не нарушено. Все в их жизни работает. И это для тех, кто любит тебя. Так что нельзя ожидать преуспевания в какой-либо сфере, если вы не любите, если нет любви, если это не исходит из любви. Что вы думаете? Вы думаете, что будете успешным в Царстве Божьем, потому что вам известны принципы, и вы берете голый принцип, и всегда, когда принцип не сопровождается привязанностью и любовью, действие, недвижимое любовью, ничего не даст, потому что преуспевать будут те, кто любит его. Посмотрите, что сказано в 9 стихе. «Ради дома Господа Бога нашего, желаю блага тебе». В английском переводе «я ищу блага для тебя». Обратите внимание, «Поскольку я люблю Царство Божье, я ищу блага ради Царства». Послушайте, «Ради дома Господа Бога нашего, желаю блага тебе». Я ищу блага от Бога ради Царства. Вы знаете, к чему я клоню. Большинство христиан ищут Бога ради самих себя. Царство Божье в расчет не берется. «О Боже, дай мне повышение зарплаты». Зачем? Ради вас или ради Царства Божьего? «О Боже, дай мне здоровье». Ради вас или ради Царства? Ничего не сдвигается из-за отсутствия любви. Бог не в центре. Мы в центре. Пока мы всего себя не уберем из центра, ничего не будет работать как следует. И вот мы живем в обществе, где у всех есть проповедь, у всех есть церковь, и все что-то проповедуют. Но как будут отделять овец от козлов? По результатам. А результаты будут у тех, кто любит Бога. Они удовлетворены тем, где они есть. Аллилуйя! Но их любовь к Богу не позволит им оставаться там, где они есть. Вы узнаете, что истинное преуспевание в том, чтобы жить в присутствии Бога. Слушайте внимательно. Вы можете продолжать поступать неправильно, но ничего не получится. Нужно любить Бога. Когда дело дойдет до ваших денег, до яний, нужно любить Бога. Нужно просто отпустить. Нужно стремиться к чему-то, потому что большинство разумных людей понимают, что нужно истинно верить Богу и чтить Его. Это честь. Люди скажут, «У меня нет такой любви к Нему. Ну, расскажу вам о том, как сделать так, чтобы была радость, как выработать желание, когда Его нет. Во-первых, нужно быть честным с собой». Зачем вы пришли? Почему мы делаем то, что мы делаем? Нужно на это ответить. В этом ключ к тому, как Бог может использовать вас в эти последние дни. И я заинтересован в том, как Бог может использовать вас. Потому что не деньги побуждают Бога благословлять, а любовь, послушание и благоволение двигают Божьей рукой. И получаемые деньги – это результат вашей любви, привязанности и послушания. Дело не в наличности, дело в любви. Некоторые люди жертвуют в надежде, что что-то произойдет. Я просто в отчаянии. Мне нужно, чтобы что-то произошло. Я рискну и пожертвую эти деньги. Однако финансы были отданы с неправильными мотивами, с неправильным расположением сердца. Посмотрите на послание Якова, 4 главу. «Даяние шло не от сердца, а если так, то ничего не произойдет, дамы и господа». Якова, 4 глава, 4 глава, 3 стих. Мне хочется, чтобы вы увидели, как Слово Божье действует в вашей жизни, но нам нужно прежде кое-что поправить. Принципы хороши сами по себе, только если применяются с правильным отношением. Иакова, 4, 3. Прочитаем стих 3 вместе. Готовы? Читаем. «Просите и не получаете, потому что просите не на доброе, а чтобы употребить для ваших вожделений». Расширенный перевод говорит, «Или же вы просите этого у Бога, но не получаете». Почему так? Почему люди не получают? Обратите внимание, что там говорится. «Потому что вы просите не на правильные цели, со злыми, эгоистичными мотивами». Неправильные цели и злые, эгоистичные мотивы. Мотивы были неправильными. Они исходили не от любящего сердца. Они исходили от эгоистичного, самовлюбленного сердца. «И если Бог не будет в центре всех ваших дел, ничего не произойдет». Я говорю, «Ничего не произойдет, если в центре ваших дел нет Бога. Если вы сами являетесь центром своих действий, а не Бог, то ничего не будет происходить». Давайте я вам кое-что покажу. Откройте 121-й Псалом. Я знаю, что Бог улыбается на небесах, потому что, наконец-то, до кого-то это дошло. Можно много говорить о том, как деньги появятся в вашей жизни, но этого не произойдет, если в сердце неправда. Наша мотивация не в этом. Наша мотивация в любви к Богу и из любви к Нему мы делаем свои дела. Псалом 121, стих 6. Готовы? Читаем. «Просите мира и Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя». Кто будет благоденствовать? Посмотрите в Писание. Будут благоденствовать те, кто... Кто будет благоденствовать? Кто? Те, кто что делают? Кто? Да, благоденствуют любящие тебя. Это интересно. Не сказано, что благоденствовать или преуспевать будут те, кто любит преуспевать. Господь сказал, что преуспевать будут те, кто любит Меня. Боже мой! Нельзя это игнорировать. Здесь не сказано, что те, у кого есть деньги, это те, кто любит Меня, те, кто будет успешен. Вот что означает слово «благоденствовать». Это еврейское слово «шалом». У тех, кто в таком состоянии, никогда нет недостатка, и в их жизни ничего не нарушено. Все в их жизни работает. И это для тех, кто любит тебя. Так что нельзя ожидать преуспевания в какой-либо сфере, если вы не любите, если нет любви, если это не исходит из любви. Что вы думаете? Вы думаете, что будете успешным в Царстве Божьем, потому что вам известны принципы, и вы берете голый принцип, и всегда, когда принцип не сопровождается привязанностью и любовью, действие, недвижимое любовью, ничего не даст, потому что преуспевать будут те, кто любит его. Посмотрите, что сказано в 9 стихе «Ради Дома Господа Бога нашего желаю блага тебе». В английском переводе «Я ищу блага для тебя». Обратите внимание, поскольку я люблю Царство Божье, я ищу блага ради Царства. Послушайте, «Ради Дома Господа Бога нашего желаю блага тебе». Я ищу блага от Бога ради Царства. Вы знаете, к чему я клоню. Большинство христиан ищут Бога ради самих себя. Царство Божье в расчет не берется. «О Боже, дай мне повышение зарплаты». Зачем? Ради вас или ради Царства Божьего? «О Боже, дай мне здоровье». Ради вас или ради Царства? Ничего не сдвигается из-за отсутствия любви. Бог не в центре. Мы в центре. Пока мы всего себя не уберем из центра, ничего не будет работать как следует. «И вот мы живем в обществе, где у всех есть проповедь, у всех есть церковь, и все что-то проповедуют. Но как будут отделять овец от козлов? По результатам. А результаты будут у тех, кто любит Бога. Они удовлетворены тем, где они есть. Аллилуйя! Но их любовь к Богу не позволит им оставаться там, где они есть. Вы узнаете, что истинное преуспевание в том, чтобы жить в присутствии Бога. Слушайте внимательно. Вы можете продолжать поступать неправильно, но ничего не получится. Нужно любить Бога. Когда дело дойдет до ваших денег, до яний, нужно любить Бога. Нужно просто отпустить. Нужно стремиться к чему-то, потому что большинство разумных людей понимают, что нужно истинно верить Богу и чтить Его. Это честь. Люди скажут, «У меня нет такой любви к Нему. Ну расскажу вам о том, как сделать так, чтобы была радость, как выработать желание, когда его нет». Во-первых, нужно быть честным с собой. Зачем вы пришли? Почему мы делаем то, что мы делаем? Нужно на это ответить. В этом ключ к тому, как Бог может использовать вас в эти последние дни, и я заинтересован в том, как Бог может использовать вас. Итак, если жертвовать без любви к Богу в своем сердце, то это приведет к разочарованию. Если вы будете жертвовать Богу без любви к Нему в своем сердце, жертвовать деньги, служить, отдавать свою жизнь и время, если вы жертвуете Богу без любви к Нему, ваша жизнь будет полна разочарования. И так, ваша любовь к Богу определяет ваше будущее в Божьем Царстве. Ваша любовь к Богу и ваша привязанность к Нему определит, какое будущее вас ожидает в Божьем Царстве. Вы помните, что мы закончили на этом отрывке Писания. Давайте прочитаем его, и затем продвинемся дальше. Первое Коринфянам 13. Здорово иногда видеть то, что делают люди, но почему они это делают? Что может отлучить нас от любви Божьей? Скорбь? Павел сказал, что нет, однако скорбь отлучила некоторых христиан от Божьей любви. Или гонения? Да, но гонения отлучили некоторых христиан от Божьей любви. Что может отлучить вас от Божьей любви? Или лучше мне спросить, кто? Потому что апостол, видимо, знал, что любая атака, приходящая на вас, всегда исходит от каких-либо взаимоотношений с людьми. Однако смотрите, что говорится в первом послании Коринфянам. Откройте 13 главу, прочитаем 3 стих. «И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Вы слышите, что он сказал? «Если я раздам все имение мое, чтобы накормить бедных, это очень благородно, не так ли?» «О, это было сделано как обязанность». Вот что произошло. Люди сегодня смотрят на служителей и говорят, «Если вы не проводите мероприятия, то у вас плохое служение». Да, но что, если вы делаете это не по любви? Если вы делаете это только ради политкорректности, каков ваш мотив? «Я отдам все, что имею бедным, и отдам тело свое на сожжение». Павел не говорит о том, что нужно кинуться в огонь, а о том, что если вы очень усердно трудитесь для Бога, служите, делаете все и перегораете, и отдаете свое тело на сожжение, но делаете это не из любви. «Вы сделали это не по любви». Вот что вы получаете, Павел говорит, «Никакой пользы». И я не могу вам даже сказать, сколько людей я встречаю, которые хотят говорить и хвастаться о том, что они делают. Я рад, что вы все это делаете. Я просто хочу знать, почему. Почему вы это делаете? Откуда это рождается? И отчего рождается ваше желание делать то, что вы делаете? Знаете, в наши дни люди много работают. Иисус сказал так, почему они не хотят принимать славу, идущую только от Бога? Чтить Бога означает то, что я люблю Его настолько, что позволяю Его Слову иметь вес в моей жизни, и я буду исполнять Его. Однако иногда мы делаем очень многое, ожидая почестей от мира, и это становится вашим главным мотивом. Я хочу признания. Я хочу, чтобы мое имя звучало. Я хочу, чтобы мне поставили памятник. Я хочу, чтобы люди считали меня великим. Но в конце наших дней, когда все мы умрем, станет ясно, зачем вы вообще это делали. Поэтому вам и сейчас лучше не лукавить на этот счет. Вы действительно считаете, что вам удастся сохранить это в секрете? Я не хочу после смерти предстать перед Богом так, чтобы все увидели, что я сделал. Это ничего не значит. Вы понимаете, что это на самом деле не имеет никакого значения для Бога, потому что Он понимает, что вы не попадете на небеса за все свои великие дела. Вы ведь об этом знаете? За все свои великие дела. И знаете что? Ваши добрые дела ценные для небеса и Божьего Царства, но всех этих дел недостаточно для того, чтобы попасть на небеса. Иисус сделал вас достойными, когда пролил свою кровь, и когда вы верой приняли Его кровь. Только по этой причине вы можете попасть на небеса. Итак, я хочу сказать вам, что добрые дела не дают вам пропуск на небеса. Вы должны делать все из любви к Богу, а не потому, что пытаетесь привлечь внимание людей. Потому что, как говорит Библия, если вы делаете это не по любви, вам нет в этом никакой пользы. Обращаюсь к вам, женатые и замужние. Подумайте, женатые и замужние. Что будет, если вы узнаете, что в течение 20 лет ваш муж делал все для вас, но при этом никогда не любил вас. Он делал это не из любви. Как бы вы себя чувствовали, если бы узнали, что ваш муж делает все для того, чтобы только вы не ворчали? Я делаю что-то приятное для жены, чтобы она не возникала. Как вам это понравится, сестры? Давайте, сестры, скажите мне, говорите сейчас, не говорите об этом с Фрэнком, когда придете домой. Говорите сейчас, как вы себя почувствуете. То есть, вы понимаете, да? Здесь то же самое. Здесь речь о Боге, который знает ваше сердце. Не важно, что вы скажете. Бог знает ваше сердце. Он знает, почему вы это делаете. Как бы вы себя чувствовали, если бы узнали, что человек, который говорит, что любит вас, делал это только для того, чтобы что-то получить от вас? С кем-нибудь из вас такое случалось? Что все любят вас? О, мы любим тебя. И людям, с которыми это произошло, ничего не остается, как только задать вопрос, который Бог нам задает. Почему? Да, но я говорил, что люблю тебя. Да, я слышал, но почему? Почему? Я очень рад, что женился в тот момент, когда был финансово на нуле. Тэфи вышла за меня не из-за денег. У меня их не было. Но если бы мне пришлось жениться сейчас... О, нет! Девушки бы бегом побежали. Нет. Я всегда спрашиваю, почему? И я не знаю, было ли с вами такое, но для создания заветных отношений любви всегда необходимы чистые, правильные мотивы. И здесь дело не только во мне. Вы хотите, чтобы супруг любил вас не за то, что может получить от вас. Вот, у меня есть еще один хороший пример. Итак, сестры, когда вы ходили на свидание в старших классах, и к вам подходил симпатичный парень, я просто хочу, чтобы вы поняли, как на это смотрит Бог. К вам подходит симпатичный парень, вы знаете, как мы использовали это слово. Я люблю тебя. Но на самом деле это означает, я хочу заняться с тобой сексом. А после того, как это случилось, он будет себя вести так, как будто вас и не знает. И он вам больше не позвонит. И тогда вы понимаете, что этот парень меня не любит. Он просто хотел, чтобы я думала, что он любит меня, пока не получит того, что ему было надо. Мы также поступаем с Богом. Мы приходим к Богу, говоря о том, как любим Его. Мы приносим жертву хвалы. Мы любим тебя, Господь. Мы славим тебя. Мы чтим Бога, пока не получим то, что нам нужно. А как только мы это получим, в церкви нас больше не видно. Вы забываете молиться. Перестаете приносить десятины. Вы больше ничего не делаете, потому что уже получили то, что хотели. Больше не нужны все эти старания. Богу нужны такие люди, как Енох. Богу нужны люди, на которых Он может всегда рассчитывать. Они каждый день будут приходить к Богу, потому что хотят говорить с Ним, потому что хотят общаться, отдавать Ему свои деньги, отдавать Ему свои деньги и делают все, потому что любят Бога. Так что не знают, как еще можно проявить свою любовь к Нему. Дойдя до этого уровня, вы больше ни дня не будете ощущать недостатка. Потому что невозможно любить Бога, чтобы при этом Он не приходил к вам каждую ночь и не спрашивал, «Что Я могу сделать для тебя?» Это делает любовь. Это приходит от любви и привязанности. Это настоящее христианство. Это настоящее христианство. Я сегодня здесь, потому что люблю Иисуса Христа. Я сегодня пришел сюда, потому что Божье Слово говорит мне не оставлять собрания своего, и я хочу чтить Его Слово. Поэтому буду делать то, что Он мне говорит. Я здесь из-за любви, несмотря на то, что обо мне говорят. Нет, вы меня не удержите, несмотря на то, что меня оболгали. Вы меня не удержите, несмотря на то, что я сделал ошибку и все на меня набросились. Вы меня не удержите. Во-первых, я здесь не ради вас. У меня есть что-то более важное, чем ваше одобрение. Я пришел не за вашим одобрением. Я не ищу свою ценность в ваших глазах. Я уже нашел ее у Бога и Иеговы. Итак, если вы даете без любви, то перечеркиваете ваше даяние. Если вы даете без любви ваше время, ваше служение, ваши деньги, все это аннулируется. Понимаете, любовь — это мотив всех вложений в царство. Только так должно быть. Сила вашей любви к Богу определяет уровень ваших благословений, которыми вы можете наслаждаться. Насколько сильна ваша любовь к Богу? Насколько сильна ваша любовь к Богу? Это определит, каким благословением вы будете наслаждаться. Давид, человек по сердцу Божьему, потряс этот мир благодаря силе своей любви к Богу. А теперь давайте разберемся. Откроем первый псалом в английском переводе Библии и выберем слово для изучения. Слово «наслаждение». Что означает наслаждение? Именно об этом я говорю. О том, чтобы служить Богу с наслаждением. Мне всегда было интересно, почему все, что сатана пытается нас заставить сделать, является искушением. Так трудно удержаться от этого. А когда Бог хочет, чтобы мы что-то сделали, то это совершенно непривлекательно. Мне просто не хочется этого делать. Почему нас больше тянет делать неправильное, чем правильное? Нам приходится бороться, чтобы не сделать плохого. но когда речь о хорошем, бороться не нужно. Я часто размышлял об этом. Приходится бороться, чтобы не переспать с той женщиной, с которой спать нельзя. Но такого не происходит, когда нужно больше любить жену. Смотрите внимательно. Давайте дадим этому слову определение. Давайте сначала разберемся со словом «наслаждение». Смотря на слово «наслаждение», мы первым делом думаем о романтике. Слово «наслаждение» романтичное. Оно означает великое удовольствие, радость, желание, наслаждение, привязанность, любовь, наслаждение. Подумайте об этом. Великое удовольствие. Мне интересно, сколько людей испытали великое удовольствие, придя сегодня в церковь. Мне интересно, кто вообще сегодня хотел идти в церковь. Понимаете, вы кое-что путаете. Вы путаете желание что-то делать с эмоциями. Можно встать утром, и эмоции могут быть какими угодно. Именно поэтому я говорю вам, необходимо настроить свое отношение. Ваши эмоции могут говорить, «Мне не хочется». Разве так не бывает? «Мне не хочется сегодня идти в церковь». Нужно настроить отношения. Нет, я люблю Бога. И что получается? Моя любовь перевешивает эмоции. Вдруг любовь начинает контролировать мои эмоции. Происходит так, когда эмоции закипают, мы позволяем им вести нас, а не любви. Поэтому ваша любовь не должна быть эмоциональной. Ваша любовь должна быть более постоянной, чем любовь эмоциональная. Сегодня я чувствую, что люблю тебя, а завтра я не чувствую, что люблю тебя. Никто не захочет вступать в брак на таких условиях. Выключи эти эмоции. Ты знаешь, что любишь меня? Итак, люби меня, когда все хорошо и когда нехорошо. Только не меняй ко мне отношения каждый день. У меня на это нет времени. Ты меня путаешь. Люби меня, когда у меня хорошие времена и когда плохие. Люби, потому что хочешь любить. Люби меня сегодня, потому что я кое-что тебе купил. Видите, как мы натренированы? Наши эмоции подкрепляют чувства. И вам не понравится такая жизнь. Итак, посмотрите, что говорит Писание по поводу наслаждения. Что получится, если мы научимся служить Богу ради наслаждения и удовольствия и поймем, что привязанность это не просто обязательство. Привязанность это обязательство, приносящее наслаждение. Я не просто имею обязательство, я наслаждаюсь этим. Я желаю этого обязательства. Я недавно сказал одному человеку, когда же мы, христиане, захотим поступать правильно, они скажут, я хочу делать правильно, а не просто говорить об этом. Или, у меня искушение, желание сделать правильно. Понимаете, если вы не делаете то, что правильно, то у вас и желания нет делать правильно. У вас больше желания поступать неправильно, чем правильно. Желание не свалится вам на голову. Желание — это результат того, на что вы обращаете внимание. То, чему вы больше всего уделяете внимание, того вы и будете желать. Я начал к этому присматриваться. Когда вы начинаете, послушайте, как только я попробовал яблочный пирог и понял, что он вкусный, то я уже не поведусь. Мне как-то один друг говорит, «Пастор, я слышал, вы любите яблочные пироги». Я говорю, «Смотри, чтобы он был хорошим, потому что, говорю тебе, там делают лучшие пироги». И он его купил. Наверное, потратил много денег. Я пирог попробовал и сказал, «Слушай, это вообще не яблочный пирог. Больше туда не ходи. Там не умеют готовить. Это не яблочный пирог. Это как моя мама. Чем она старше, тем она становится прямолинейнее». Она как-то раз пришла в ресторан покушать, и в конце ее спросили, «Вам все понравилось?» А она ответила, «Еда ужасная». Я не хочу, чтобы мне говорили, что еда вкусная, когда на самом деле она ужасная. Тогда вы обманываетесь, прислушиваетесь к этому и начинаете готовить так каждую неделю. Представьте, что вы только что женились. «О, как ты прекрасно готовишь макароны с сыром! Что-то произошло в городе моей души!» Да, газообразование. В Библии сказано, «Говорить истину с любовью». Я говорю, потому что люблю тебя. Кто-то должен тебе сказать, что над этим нужно поработать, детка. Сыр не должен быть таким клейким. Я как будто жую жвачку. Просто... Но любовь побуждает вас говорить правду. Так? А теперь послушайте меня. Послушайте. Когда я попробовал и почувствовал, что это хорошо, я сделал вложение. Это хорошо. Я создал себе желание. Я обратил внимание. Помните, как только появились автозаправки, и на прилавках у них были яблочные пироги? Приезжайте туда, а они всегда на автозаправке. А еще были персиковые и... Ну, вы знаете. Да, лимонные. И помните, что они продавались за доллар по три штуки? О-о-о-о! Они были такие закругленные по краям, а по бокам прямые. Кто из вас помнит, о чем я говорю? Вы это видели, да? Я часто туда ездил. Если бы меня пустили туда во время распродажи, когда пироги продаются по три или по четыре за доллар, то я бы набил ими сумку доверху. Можете приходить в гости всей семьей? Я их тогда прятал по дому, потому что не хотел, чтобы их кто-нибудь нашел и съел. Парочку я засунул под кровать. Еще несколько спрятал рядом с цветком. Засовывал их в коробки с обувью. Однажды ночью Тэфи очень крепко спала, и я полез под кровать. Я не похож на большинство мужчин, которые пытаются выяснить, откуда берется живот. Я точно знаю, откуда он берется. Знаете, когда вам немного за 20, вы не думаете о том, что... Вы думаете, ладно, завтра я от него избавлюсь. И вот вы просыпаетесь однажды, и вам уже за 30. Вы говорите, я от него избавлюсь, а он говорит, что никуда не денется, и останется здесь. Я создал желание, потому что обратил на этот пирог внимание. Я попробовал и понял, что это вкусно. И Бог постоянно предлагает нам то же самое. Вкусите и познайте, как благ Господь. Однако люди не хотят вкушать его. Почему? Потому что они привязаны к своим прежним вкусам и своим прежним желаниям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok